Всем привет! Добро пожаловать в Валенка Блог. Сегодняшнее видео будет о фаворитах. Фаворитах косметики, парфюмерии, ухода. У нас такой дождь. Я чуть-чуть поменяла камеру. Немножечко непривычный ракурс, но не обращайте внимания, потому что очень темно на улице. Давайте я вот так чуть-чуть наклоню. Собрала для вас, как всегда, корзиночку всяких штучек, которыми с удовольствием пользуюсь, которые очень нравятся. С удовольствием вам о них расскажу, поделюсь своим мнением. Буду доставать вот как получится. Ну, первая самая такая огромная баночка. Medix 5.5. Крем с ретинолом и фирулик асид. Это у нас iHerb. Крем для тела. Но там пишут, что можно и лицо мазать. Ну, я не знаю. То есть он такой, как заявлено, анти-эйдж. Порется с возрастными изменениями. Я ничего такого не заметила, но как крем для тела, такой базовый, легкий, быстро впитывающийся, нелипкий, с очень тонким, приятным ароматом, мне он безумно нравится. Удобная помпа, красивая банка, такая ярко-розовая. Ну, и кожа с ним такая, знаете, становится напитанная. То есть я не хочу сказать, что он прям подтянул меня и сделал моложе моё тело. Нет, ничего такого. Но он хорошо увлажняет, это самое главное. Он быстро впитывается, он нелипкий, он очень приятно пахнет, не раздражает. Это самое главное. Очень рекомендую, очень классный крем по очень такой приятной цене. Обратите внимание. 444 миллилитра. Вот такая вот огромная бадья. Я не знаю, мне она, мне кажется, на год хватит. Очень прекрасный крем. Если мне нужно чего-то такого более ароматного, я беру вот это вот масло от Aficine Universal Bully. Вот такое у меня маслица. У них, конечно, качество исполнения на высоте. Оформление просто выше всяких похвал. Я обожаю Aficine Universal Bully. Мне нравятся их ароматы, мне нравятся их масла для тела. Крем для рук. Я забыла его взять из комнаты. Ну ладно, потом как-нибудь о нём расскажу. Масла для лица. Мне тоже я пробовала, понравились. В общем, очень достойный французский бренд. Красивая подача. Всё прекрасно. Это аромат с личью. Он, знаете, он такой зелёный, зелёно-древесный. Так пахнет вот такие вот прям листья, только-только-только распустившиеся на деревьях. И вот так вот вы их растираете в руках, и вот прям вот зеленью пахнет. Очень свежий, очень такой бодрящий цитрусовый зелёный аромат. Мне безумно нравится. До этого у меня было такое масло с туберозой. Оно просто хит, мне кажется, бренда. Но его невозможно словить. И поэтому в этот раз у меня другой аромат. Ну, будем всё-таки возвращаться, наверное, к туберозе. Следующее. Вот хочу показать вам такую баночку от Santa Maria Vella. У них есть серия для детей. Не знаю, чего мне дёрнуло купить. Ну, приятное такое оформление. Захотелось чего-то такого прям нежного. Это средство для очищения. Можно лицо умывать, можно тело умывать. Очень приятное, очень нежное. Не раздражает ничего вообще нигде никак. И аромат просто какой-то вот дивный. Сначала мне показалось, что он ничем не пахнет. Но на самом деле запах есть. И запах такой нежный-нежный. Ну, это для детей. Будем откровенны, да? Ну, как приятно им мыться. Ммм, вы не представляете. Очень тонкий, нежный, цветочно-пудровый, может быть, слегка аромат. Прям такой вот деликатный-деликатный. И само средство тоже очень деликатное. Очень мне нравится. Вот решил вам показать в своих фаворитах. Не знаю, буду повторять или нет. Не знаю. Когда, например, у меня нет умывалки, я её из шкафа, например, достала, положила в душ. А потом из душа положила в шкаф. И, например, нет у меня умывалки для лица. Я пошла в душ, да? Я пользуюсь вот этой штукой. И супер, супер. Кожа не стянута. Кожа прекрасна. Я чувствую. Если мы говорим про умывалку, то вот это Beauty of Jason. Просто моя сейчас самая любимая умывалка. Единственная, но классная. Нежная-нежная. Очень тоже деликатная. Никогда ничего не стягивает. И все загрязнения смывает. После неё я пробовала проходиться ватным диском. Знаете, иногда бывают такие умывалки. Ты умылся, потом всё равно что-то на коже осталось. Потом ватный диск это всё смывает. Здесь ничего вообще не остаётся. Очень классная. Мне нравится, что она вообще без запаха. Прозрачная. Хорошо пенится. Но не вот в такой вот пену. Иногда такие пенные умывалки, они сушат. Вот она вообще не сушит. Тоже я брала её на Ахёрп. И, наверное, опять повторюсь. Она мне напомнила средство для умывания от Clorans. У них тоже есть такое вот зелёное. Тоже рекомендую, если вдруг ищите хорошую умывалку. Вот Beauty of Jason. Прелесть. Или вот Clorans зелёненькая. Вот такой же зелёный фисташковый цвет. Так, дальше. Санта-Марина-Велла. Опять к ней давайте вернёмся. Это у нас Sweet Almond Oil. Миндальное масло. Вот в такой вот бутылочке. Видите, у меня уже сколько. В чём прикол? Мне оно безумно нравится. Хоть оно и алмондом не пахнет, но оно и не должно вообще-то пахнуть, это масло. Мне оно очень нравится его добавлять в крем, например, в какой-то базовый, там его наносить. И мне безумно нравится его мазать на тело. Вы когда вышли из душа, не вытирайтесь насухо. Так слегка-слегка там где-то лишние, прямо такие, которые с вас стекают, капли сняли. И вот этим маслом, вот вместе с водой, и ваше тело высыхает, вот эта вода-влага, вместе с маслом. Боже, кожа просто бархатная. Я понимаю, что это, наверное, не очень экономно, пользоваться таким маслом для тела, но это безумный эффект. Просто потрясающе. Его нужно-то немножко, то есть ты так вот, я вот так выливаю, то есть на ногу мне нужно, ну, прям чуть-чуть. Оно расходится вместе вот с этой влагой, которая еще на коже у вас осталась. Потрясающе. Не пахнет, увлажняет, ну, тело потом как будто вот вы куда-то из какого-то спадернулись, все блестит, все сверкает, но не липкое. Бесподобно, обратите внимание. Мне кажется, можно и им пользоваться, да, ну, как на заметку вам, да, или можно найти в аптеке просто миндальное масло и с тем же успехом им пользоваться. Потому что у меня было миндальное масло Сахер, ничем не отличается от Санта-Марина. Обратите внимание. Так, следующее. Масло для лица, мое-самое любимое. Я его обязательно еще раз повторю. Это уже повтор, но будет еще повтор. То есть повтор три, третий раз будет у меня. Это косметик с 27, косметика 27 и их вот такой вот маслица. Ярко-желтое, питательнейшее масло. Вот такое, вот такое, вот такое. Плохо фокусируется, да, у нас камера? Ну ладно, ярко-желтое, питательное, быстро впитывающее, делающее лицо вот просто каким-то глянцевым. Вы знаете, вот этот глянцевый эффект, кто любит, тот оценит. Я обожаю, когда у меня такое лицо чуть-чуть сверкающее. Вот это дает вот это масло, именно этот эффект. Но помимо такого эффекта визуального, оно дает еще внутренний эффект косметическое. То есть оно реально питает вашу кожу. Кожа напитанная, кожа вот прям такая благодарная. Как я его использую? У меня есть еще сыворотка. Но сыворотку я вам не взяла, она уже почти закончилась. Я хочу ее в пустой баночке показать. Сыворотка тоже косметикс 2027. Наношу ее, и пока она еще не впиталась, пока еще лицо влажное, наношу несколько капель этого крема. И все уже потом это впитывается у меня. Если совсем сухая ситуация, то я еще сверху крем наношу. Но можно и без крема, потому что очень питательно все получается. Обязательно масло я наношу поверх чего-то уже, когда увлажняю. На сухую кожу никогда не наношу, потому что могу ее пересушить тем самым. Так что вот это масло от косметикс 2027 очень рекомендую. Если вы любите масла, ну и вот сейчас холодный период у кого-то, по-моему, это просто масло. Но плюс у нас еще же не холодно. Я все равно им пользуюсь, и оно все равно работает реально потрясающе. В Таиланде я тоже им пользовалась. Расход минимальный. В общем, я очень довольна, и обязательно повторю опять это масло. Мне оно безумно нравится. Бесподобное. Так, следующее. Давайте еще одно средство от косметикс 2027. Покажу вам. Маск. Маск. 27. Ну, сфокусируйся. Вот оно. Маск 27. Увлажняющая маска. По-моему, это хит бренда. Вот так она выглядит. Очень густая. Нереально густая. Нужно совсем немножко. Можно использовать как маску. То есть вы наносите там 20 минут с ней ходите, потом смываете. Идеально. Увлажнение на раз, два, три. То есть после перелета я ей пользовалась. Когда не выспались, плохо выглядеть. Когда нужно куда-то пойти, нужно красиво выглядеть. Тоже она работает. Ну, такая палочка-выручалочка. Масочка-выручалочка. Но мне больше всего нравится наносить ее как ночную маску. То есть тонким слоем наносите. Ну, где-то минут со 40 до сна. Чтобы по подушке не размазать ее. И спите с ней. Все. Утром просыпаетесь просто как невеста. Красавица. Молодая. Кожа вся вот просто вот. Никаких. Ну, потрясающая маска. Ну, честно. Мне очень нравится. И вот этот эффект именно использовать ее ночью. Лучше. Просто лучше. Шампунь. Не буду как бы какой-то оригинальный филиппадом шампунь. Вот он мой красавчик. Мой любимчик. С апельсином, с ванилью. Любимый шампунь. Надо, наверное, его сменить. Вот этот закончится. Новый не буду открывать. Поменяю его на какой-то другой. Потому что надо менять иногда шампунь. Поменяю его на какой-то другой. Но я его обожаю. Я обожаю его. Мне нравится его аромат. Мне нравится, как у меня волосы с ним. Ну, блестят. И... Ну, хорошие волосы после него. Мне нравится его эффект. Потрясающий. Потрясающий шампунь. Уже я не знаю, сколько у меня баночек. Я не знаю, сколько баночек, бутылочек вы купили после моих обзоров. Потому что многие пишут, что да, спасибо, классный шампунь. Мне очень приятно, что вам тоже он нравится. Так, следующее. От шампуня, масок, перейдем к бальзаму для губ. Я на этот ланеж смотрела очень долго. Он у всех вообще, у всех, у всех, у всех. Но, тем не менее, мы пошли с Викторией, с моей с Викочкой, в магазин. Вот такой огромной корейской косметики. Там невозможно быть и без всего. И там вот на эти ланежи были какие-то распродажи. Ну, мы с ней схватили, значит, по ланежу. У меня берри ягодный, а у нее помегранат гранатовый. Вот. Вот так вот он выглядит. Ланежик наш. Пожалуйста. Ну, и он, конечно, классный. Он очень классный, как ночная маска. Им очень приятно пользоваться. Вот такой вот у него нежный розовый цвет. И мне еще очень нравится наносить его сверху какой-то, например, помады. Просто как вот такой блеск. А если без помады, он все равно дает такой легкий розовый оттенок губам. Красиво. Красиво, питательно. Не хочу сказать, что прям вау какой-то он. Вазелин тоже классный, знаете. Ну, нормально. Нормально. Приятная цена была на него. Так что взяли. Мне нравится Ланеж. Я знаю, он у многих есть. Многие его обожают. Но я не знаю, когда у меня это закончится баночка. Потому что, конечно, расход там минимальный. Минимальный. Крем. Тоже это Beauty of Jason. И это у нас SPF рисовый крем с SPF фокусируйся. Давай, мы хорошие. Так. Он фокусируется не на том совершенно. Так. Видно? Нам с вами видно или не видно? Ну, пожалуй. Во, во, давай. В фокусе нет. Вот. Вот он красавчик. Вот. Рисовый крем с пребиотиками для лица. То есть он... Это не просто вот крем самодостаточный. Нет. Ваш какой-то уход, потом ваш вот этот вот SPF. Мне он безумно нравится. Он прозрачный. Он легкий. Он не делает белых таких вот следов, как бывает в SPF делают. Да? Он очень быстро впитывается. Он дружит с любыми вообще средствами. Его очень приятно потом еще обновлять. То есть он не делает такой эффект скатки. Знаете? Потому что иногда вы нанесли один слой SPF. Потом там гуляете, гуляете. Вам нужно его обновить. И вот это вот все скатывается. Это за счет того, что он очень быстро впитывается. Он потом прекрасно наносится еще раз. Хороший расход. Тоже брала на iHerb. Все ссылки оставлю. Очень рекомендую. Вообще нужно и зимой пользоваться. Но я не знаю, как у вас с солнцем. У нас сейчас солнце на максималках. Постоянно этот UEF индекс высокий. Поэтому без него никуда. Наношу и на грудь, на декольте, на шею, ну и на лицо. Вика еще рекомендует наносить на уши. Вот. Вот такие вот дела. Так, следующее. Следующее. Это у нас зубная паста Marvis. Это моя самая любимая паста. С жасмином и мятой. Если у нас тут поклонники Marvis пасты, отзовитесь. Он, видите, он фокусируется вот на этой вот картине. Давайте мы ее закроем. Вот так. И фокус уйдет. Вот. Все равно не хочет. Все равно не хочет на Marvis. Вот Marvis. Жасмин и мята. Я люблю пасты Marvis. Их сложно найти. Ну, как, ну, не то, что сложно найти. Ну, так вот. Есть парочка магазинов. Прям специально за ними ехать не хочется. И поэтому, когда я где-то вижу, я всегда себе беру вот эту вот жасминовую пасту. Она, конечно, на любителя, но для меня это вот просто радость каждое утро, каждый вечер, ну, ею пользоваться. Ну, реальный жасмин с мятой. Вот, вот, если вы любите, что за такие странные пасты, то попробуйте. Кому-то понравится, кому-то нет. Я без ума от нее. Мне безумно нравится. Это какая-то парфюмерная волна в вашем рту жасминовая. Очень классная, мягкая, приятная. Ну, что могу сказать. Хорошая зубная паста Marvis. Я пробовала у них еще с корицей, мне не понравилось. Пробовала просто мятную, пробовала эрон грей. Ну, вот все как-то, ну, не то. Ну, не то. Вот это, это чудо. Эту обожаю. То есть, вот она для меня самая-самая у них любимая. Следующее, что у меня здесь есть, это моя сыворотка с оттенком оттеняющей. Она всегда у меня в видео, всегда, когда я записываю, я всегда ее наношу. Сером Детент, а Тент Биологик Решерч в номере третьем. Вот она. Видите, уже подходит к концу, моя любовь. Вот она с таким у нас дозатором. Это вторая баночка, бутылочка номер три. Номер три мне очень подходит. Причем, неважно, загорелая я или нет. Сейчас у меня чуть-чуть загар. Она вообще идеальна. Даже если чуть-чуть вы белоснежка белая, вообще без какого-то загара, то она все равно будет очень хорошо смотреться. Она дает вот именно номер третий. Дает такой вот здоровый цвет лица. Безумно нравится. Она, конечно, не перекрывает какие-то супер покраснения или еще что-то. Но у меня их нет. Поэтому, если вы любите что-то более плотное покрытие, вам она, скорее всего, не подойдет и не понравится даже совершенно. Но мне она очень нравится за свою легкость. Как лицо мне нравится с ней выглядит, как кожа. Ну, все в ней прекрасно. У меня вообще никаких к ней пререканий. Вот закончится, ну, придется покупать, наверное, еще одну. Ну, потому что она такая вот прям моя самая-самая ходовая вещь, когда я куда-то иду. Ну, обычно я так особо не крашусь, когда вот куда-то в гости или мы в театр вот ходили недавно, когда нужно прям накраситься. Я очень люблю ее использовать. Следующая – тушь для ресниц. Люблю эту тушь. У меня две любимых туши для ресниц в моей жизни. Это Кевин Акон. Тушь для объема, которая в таком бордомом тюбике. Я ее показывала не раз. И долго-долго-долго я с ней существовала. И любила ее, и пользовалась ей. И вообще, ну, вот она идеальная, на мой взгляд. Но потом в Барселоне она у меня высохла. Нужно было покупать что-то другое. И в Сифории ее не было. Я взяла себе Сеслей. Она почему-то как-то ободралась. Вот такая тушь Сеслей. Это у нас тушь тоже для объема. Называется Soul Intense в черном номере. И у нее очень интересная кисточка. Я когда у продавщицы спросила, говорю, мне нужна вот такая хорошая тушь для объема, чтобы не осыпалась и так далее. Ну, в общем, как всегда у нас очень много пунктов, какой должна быть тушь. И вот она мне дала ее. Посмотрите, какая тут тушь, кисточка. Ее как таковой нету. Это такая палочка длинная. И маленькие-маленькие такие, это даже не ворсинки, а такие резиновые, вот как ежик. Можно сначала пройтись вот этой палочкой. То есть она сразу ваши ресницы все окрасит. А потом этим ежиком их расчесать. Можно сразу ежиком работать. Ну, в общем, первый раз, когда я только начала ей пользоваться, пару раз я, конечно, в глаз себе попадала, размазывала ее. Было не очень приятно. Но потом, когда ты привыкаешь, ты другой тушью уже пользоваться не можешь. Это вот тоже второй мой тюбик. Я ей, Кевину Аквон, изменила вот с этой вот Soul Intense от Сеслей. Очень хорошая тушь. А лак, если кто самый такой заметливый, приметливый, кто все замечает, вы могли заметить, что у меня уже, которое видео, черные ногти. Так это легко, так просто, вот с этим вот лаком от Гуччи. Это такой черный просто лак. Классика жанра. Который опять не фокусируется, девочки. Ну давай, вот, вот. Вот, и вот ноготь. Он дает такое глянцевое, красивое покрытие. Моментально сохнет, бесподобно ровно ложится. Даже если у вас руки, крюки. Я безумно им довольна. То есть, и он очень стойкий. Сколько вот он стойкий? Ну, до недели, если вот я вот ничего такого не делаю. Я имею в виду, там, ну, не дрова калю. Например, я люблю готовить. И вот иногда вот ты готовишь что-то такое, и надо много чего-то чистить или еще что-то. Ну, короче, не, очень классный лак и очень стойкий, хороший. Мне нравится. Вот он, моя такая база сейчас, постоянно им пользуюсь. И последнее, что у меня здесь в косметичке, помадка. Многие очень спрашивали под видео, и не под одним, что у меня за помада. И всегда был вопрос на вот эту помаду, когда я была в ней. Сейчас я не в ней, девочки, я сейчас в другой. Надо было ей накрасить, да? Ну, ладно, не буду. Это идеальный нюд от Charlotte Tilbury. Live it up. Вот так вот он выглядит. Посмотрите, какие тут губки. Очень люблю эту помаду. Она бесподобно пахнет. Она мне безумно идет. То есть, ну, не знаю, под голубые глаза вот этот вот нюд, розовато-бежевый. Мне обязательно нужно, чтобы в нюдовых помадах, помимо бежевого, было еще чуть-чуть розового цвета. Тогда вот на моей коже это смотрится очень гармонично. Вот. Вот такая. Покажу вам сводч. Такой у нас сводч. Простите, сегодня со светом какая-то у нас беда. У нас там такой дождь. Максимально комфортная помада. Очень красивая. И на вечер я ее люблю делать, когда делаю какой-то макияж, да, например. Я уже забыла только, когда я это делала. И как бы на каждый день она идеальна. И для видео очень хорошо смотрится. Довольно покупкой. Ну, у Charlotte вообще хорошие помады. Надо попробовать какую-нибудь ее помаду такую яркую. Потому что у меня сейчас три нюда от нее. И они все такие прям топ. Яркого нет. Давайте покажу вам еще ароматы, которыми пользуюсь в последнее время. Которые очень люблю. И будем закругляться. Даже не ожидала от себя, что так вот буду им морошаться. Miller Edberto Shanty Shanty. Аромат Shanty Shanty. Относительная моя новинка. Ну, не новинка бренда, а моя новинка. Это такие уютные, такие красивые. Такие какие-то вот прям хочется, так и тянется к ним рука. Розы. Знаете, они сначала мне показались вот такими вот прям слишком натуральными. Такими тягучими. Типа болгарское масло розами. Но нет, там не все так просто. Там есть и свежесть. Там есть такая приятная древесность, терпкость. Немножко зелени. Какая-то такая чуть-чуть ликерчика. То есть это вот не вот тебе вот прям болгарская-болгарская роза. Нет. Аромат сложный. Аромат очень красиво раскрывается. Иногда он такой терпкий, а иногда он прям, я вот повторяюсь, ликерный. Вчера я вечером его нанесла, что-то прям захотелось. Какой-то бурь и урагана, захотелось ароматов. И вот нанесла на себя вот прям вот хорошо-хорошо его. И сегодня от волос не могла понять, чем же так пахнет. Чем же так пахнет хорошо. Вспомнила это. И пахло вот прям какой-то вишневой косточкой. То есть роза с какими-то вишневыми косточками. Очень вкусный, очень красивый. Очень прям довольна. Я что, он у меня появился? Хороший аромат на каждый день. Поднимает настроение, как-то заряжает, настраивает на хороший ват. А другой аромат совершенно, вот этот, совершенно другая история. Он у меня появился, ну, тоже относительно недавно. Но я его что-то так редко носила. Мне казался он таким сложным. Но он мне безумно нравится у бренда. Санта-Мария-Новелла. Это у нас. И аромат Марескьялла. Марескьялла. Маршалша. Жена Маршала. Вот. И мне он казался таким сложным. Таким-каким-то колдовским аромат ведьмы. Знаете, он здесь у нас разнотравит. Здесь у нас каких только нет трав. Тут у нас розмарин. Тут у нас мята. Ну, то, что я слышу. И тиньян. Ну, то есть вот прям вот травы, травы немножко. Хвои и цитрусы. Травы и цитрусы. Цитрусы и травы. Аромат горький. Аромат терпкий. Аромат такого, прям, знаете, ну, реальное колдовство. Я потом почитала про эту Маршалшу, герцогиню там какую-то, ля-ля-ля. Такая прям была легендарная личность. Она сама замешивала вот этот вот состав в честь него и назвали. А вот этот состав и не говорила никому, что это. И все очень хотели вот благоухать именно вот как она. Ну, это может быть легенды. Может быть, ну, интересно, да. И даже пишут, ну, легенды это или нет. В каждой легенде, наверное, есть доля правды, что ее даже думали, что она ведьма, потому что вот что-то такое невообразимое мешало. И вот за счет этого аромата была такой вот прям великолепной. Кто знает. И на самом деле сейчас этот аромат, конечно же, что-то от него осталось во флаконе с тех времен. Да, мы не знаем. Но, тем не менее, приятно, что Санта-Маринавелла делает до сих пор этот аромат. Маршалша. Марескиалла. Марескиалла. Красивый. Вот и я, знаете, я захотелось вот чего-то такого интересного, чего-то нового. Я аж вспомнила, у меня же он есть. Я им надушилась. Просто это была сумасшедшая красота. Мне так понравилось. И вот теперь рука постоянно к нему тянется. Я не знаю, по-моему, его уже сняли. Его нигде у нас здесь нет в магазинах. Так, если вы заинтересованы, то ищите, смотрите. Потому что, скорее всего, он больше не будет представлен в линейке. Но вообще, да, с Санта-Маринавелла что-то там происходит. Постоянно там что-то снимают, добавляют, переделывают. Я не то, что особо слежу, но вот так получилось. Так получилось, что вот какие-то ароматы мне немножко обидно. Все, вот такие у меня фавориты нескольких месяцев. Это вот не то, что прямо один месяц, это несколько месяцев. Тут вот чем я пользуюсь с превеликим удовольствием. Пишите о своих фаворитах. Пишите, чем вы пользуетесь, что вам нравится. Из ароматов, из косметики, из ухода, из всего. Пишите, я с удовольствием с вами пообщаюсь в комментариях. Все, всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао, пока. Продолжение следует...